Здравствуйте, дорогие друзья! Незаметно уже середина марта у нас практически прошла. Сегодня у нас 14 число. Очередной вебинар портала Приан. Тема нашего сегодняшнего вебинара, нашей встречи, это Северный Кипр. За последний, наверное, год-полтора огромный спрос именно на недвижимость в этом месте. На севере острова по самым-самым разным причинам. Сегодня и про эти причины, и про цены, и про то, что вообще происходит сейчас с недвижимостью, с ценами, с инвестиционными перспективами. Мы будем говорить сегодня с экспертами компании Just Prime Homes. Я с удовольствием их представляю. Начну, естественно, с прекрасного пола. Ольга Калинкина, эксперт по Северному Кипру Just Prime Homes. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Рядом с Ольгой, ну для нас по камере слева, но на самом деле справа, Александр Хачатриан, исполнительный директор Just Prime Homes. Александр, приветствую вас. Добрый день, Филипп. И непосредственно с Северного Кипра наш эксперт, юрис-консульт компании iHan и Криас & Associates, правильно ли я назвал, может быть, где-то в транскриции запутался, Сергей Карпанев. Сергей, здравствуйте. Добрый, добрый, добрый день. Немножечко у вас лицо несколько в тене, но все это потому, что на Северном Кипре, в отличие от наших широт, уже, видимо, совсем-совсем лето. Как там у вас действительно уже все идеально? У нас плюс 20, но дожди пока. А, плюс 20, но дожди. Ну, так вам и надо. Ну что ж, не все так хорошо, как может показаться. Но пусть это будут самые большие проблемы сегодняшнего дня. Друзья, итак, чат наш работает, задавайте вопросы. Традиционно и статья, и видео, запись нашей беседы будет опубликована в соответствующих каналах Приана. В двух словах, буквально, Александр, о Северном Кипре и о том месте, которое он занимает в деятельности вашей компании сегодня. Пожалуйста. Давайте, давайте я скажу про вообще историю страны, как она вообще образовалась. Скажем, до 60-х годов прошлого века Кипр не был самостоятельным государством, был британской колонией. В 60-х годах все из Кипр, все, что весь остров получил независимость, но ближе к 74-му году общество разделилось. Исторически на острове проживали турки киприоты и греки киприоты. И ближе к 74-му году часть как бы захотела примкнуть, стать частью Греции, а турки киприоты как-то к этому были не готовы. Было определенное волнение, после чего страна, весь остров разделился на две части. Республику Кипр, которую мы сейчас имеем, которая часть Евросоюза, и турецкая республика Северного Кипра, которая существует уже 48 лет. Она существует как отдельное государство со своими законами, со своей валютой, которая на территории ходит. Но фактически она сейчас признана только Турцией. Все ждут ей, в том числе внутри страны, когда будет 50 лет. 50 лет существует уже государство, и будет, скажем так, прецедент, основание для подачи документов о признании республики в ООН. Собственно говоря, это о том, что из себя представляет сейчас Северный Кипр. Касательно наиболее интересных, почему он сейчас стал интересен. Во-первых, цены. То есть цены на недвижимость самые доступные, самые интересные в регионе, Средиземноморья. При этом качество проектов, оно на уровне европейских, на уровне того, что есть в республике Кипр. И так, ну, во всем этом регионе. Регион новый, он сейчас активно развивается, и активно развивается в плане экономики, туризма. И вот сейчас как раз тот самый момент, когда очень интересно, он очень интересен для покупки, для инвестиций, для того, чтобы купить себе для дальнейшего проживания. Сейчас мы наблюдаем очень такую большую востребованность этого направления. Недавно была выставка, которую мы посетили. Наибольший интерес вызывал именно этот регион. Мы выступали на выставке. Вы представляете, насколько я понимаю, насколько я знаю, не только Северный Кипр, но по вашим ощущениям, из тех регионов, которые вы представляете, он оказался сейчас в топе, да? Наиболее востребован, да. Есть там сложности в других регионах. Мы не берем, скажем, то, что там природные явления в целом, да, там политические разные явления. Это же такой тихий, спокойный регион, куда комфортно люди там релоцируются и рассматривают в качестве релокации. Вот мы тут шутим, что у нас 9 месяцев зима, а там 8 месяцев купальный сезон. Окей. Да, в этом регионе. Окей. Хорошо. Давайте я еще подключу сразу нашу презентацию, которая у нас есть. Давайте. И тогда несколько вопросов. Ну, я попрошу в чате опубликовать контакты, если кому-то интересно, мы презентацию эту, безусловно, перешлем, чтобы можно было подробнее с ней ознакомиться. Ну, несколько слов. Давайте, может быть, Ольга, раз вас начнем, а потом Сергей обязательно добавит. Основные плюсы. Почему сейчас выбирают Северный Кипр? Что люди говорят? Ну, во-первых, исторически, да, опять же, так сложилось, что сообщение Северный Кипр имеет только с Турцией, имеется в виду авиасообщение. И, соответственно, через Анталию, мы летаем из России через Анталию и Стамбул. И в связи с этим, ну, как одна из причин, на острове не так в целом много населения. Население Кипра составляет 400 тысяч населения. Это по последней переписи думаем, догадываемся, что сейчас количество вновь прибывших релакантов это число кратно выросло, ну, пусть даже там до миллиона. Соответственно, благодаря этому есть такое, знаете, ощущение приватности, камерности. Если сравнивать вот с турецким побережьем, то нет вот ощущения вот этой массовости. Это многих привлекает, да, экология. Нет производств на острове, то есть экология шикарная. Чистейшие пляжи, километры песчаных пляжей, пляж Лонг Бич, который занимает 5 километров. Дальше идет целый полуостров Карпас. Это заповедная зона, где пока вообще запрещено строить отели и жилые комплексы. То есть не каждый сейчас известный там курорт на Средиземноморье может похвастаться какой-то вот нетронутой природой, такими-то живописными местами. Вот людей это привлекает. Благодаря этому есть безопасность. Вот это чувство безопасности, когда люди там не закрывают машины, ключи оставляют под ковриками, дети гуляют без присмотра родителей. Вот эта атмосфера позволяет растить детей в очень комфортной среде. И многие выбирают это место для релокации вот по причине того, что детям можно дать очень качественное образование. British Education System, которое осталось в этой стране со времен британской колонии, она позволяет ребенку потом поступить в любой абсолютно вуз Евросоюза, Америки. И также дипломы котируются по всему миру. Это еще одна из причин. Потом легкость, вообще доступность этого места. Это безвизовая страна для нас, настроенная к нам очень дружелюбно. Безвизы 30 дней, так же примерно как в Турции. И легкость получения ВНЖ. ВНЖ можно получить при покупке объекта недвижимости на любую сумму. То есть нет минимального порога входа. ВНЖ отдает все те же самые права, что и резидентам. Доступ к бесплатной медицине, образованию, возможность открыть счет в банке и переехать всей семьей. То есть сделать такую релокацию. Окей, я чуть-чуть прерву вас, Ольга, на Сергею сейчас обращусь. Вот за последний год вы, Сергей, там живете. Вы каждый день можете видеть разницу. Вот действительно ли много людей приехало? Как вы это чувствуете? В чем это проявляется? Насколько изменилась жизнь, скажем, за последние полгода-года? Да, в последний год я могу сказать, что рынок очень стоимость-недвижимость увеличилась. Очень много приехало клиентов, покупателей. Большинство это Евросоюз, скорее всего. У меня это процентов 80 в Германии. Граждане в Германии. А вот немцы сюда приезжают, они что говорят? Их интерес здесь в чем? Инвестиции и вывод денег из Евросоюза. И для жилья. А вот климат, конечно, отличается от климата Российской Федерации, например, Германии. То есть более умеренный для них. Очень много приезжих стало. Это страны СНГ, Казахстан, Украина, даже Российская Федерация. ЕС, ЕС, сейчас в основном это Германия, Венгрия, Австрия, Швейцария. Окей. Александр написал вопрос. Уже несколько вопросов есть. Я, друзья, скажу, мы обязательно на все ответим. Во-первых, у нас есть замечательный Кирилл, который отвечает прямо уже в чате. Но на некоторые вопросы, естественно, мы и устно ответим. И вот это как раз важный момент по поводу роста цен. Ольга, несколько слов об этом. Что происходит в последнее время на острове? Цифры называют действительно самые фантастические до 300% в год. Собственно, по некоторым проектам мы это тоже видим. Но вот если мы говорим о чем-то, что более-менее среднестатистическом и объективном, как ситуация будет с вашим планом? Ну, сначала такой был отложенный эффект отложенного спроса, когда открыли двери после пандемии. И они тоже стали наблюдать, увеличилось количество сделок значительно. Далее в 2021 году журнал Forbes назвал пляж Искеле, это пригород Фомагусте, номер один местом для инвестиций в мире. Тем самым повысив его популярность, и туда теперь стекаются инвестиции. И максимальное количество проектов, причем высотных, с отелями и казино в составе комплексов сейчас как раз в этом районе Искеле. Соответственно, следующая волна спроса была вызвана нашими событиями в наших странах, начиная с февраля, летом. Но вот уже с сентября, если в сентябре можно было еще купить студию в новостройке с этапом сроком сдачи 2 года за 50 тысяч фунтов, то сейчас эта цена действительно от 100 и выше. Но это в самых топовых популярных локациях. Давайте сразу говорим, что наверняка многие знают, но не все. Значит, цены на Северной Кибрии, они принципиально в фунтах. Да, они действительно оставили фунт из стерлингов на продажу, аренду автомобилей и недвижимости. А в обиходе, в магазинах у них лира, турецкая лира. Сергей, ну, если мы говорим об оплате, но оплата, что такое? Вот видите, это северный климат, не Кипр все-таки. Если мы говорим об оплате и вообще о процедурах, то что цены в мирах, они... Как это влияет на социальную сделку? То, что если у тебя евро, доллары, или, в общем, это не столь принципиально? Это не столь принципиально, когда в подходе контракта мы можем перевести стоимость в фунтах в евро, либо в доллары, и зафиксировать застройщикам и прописать контракт в евро, либо в доллары. Это не столь принципиально. Если даже в контракт в фунтах у вас только евро и доллары, вы переводите на счет застройщика от доллара в доллары, и он переводит на момент получения фунта, и он позволит вас только подчислить. Окей. Сейчас вот что давайте сделаем. Локация, климат, основные города, но у нас небольшая карта здесь все-таки есть. Ольга, Александр, я думаю, Сергей тоже несколько слов добавит. В двух словах. Вот рынок и те места, которые сейчас на Северном Европе, потому что территория не очень большая, все равно есть некоторые точки, которые являются, скажем так, центрами притяжения. Что это такое и что собой представляет рынок в этих местах недвижимости? Давайте я отвечу. Вообще основных крупных это всего три города на северной части Кипра. Это столица Никосия. Местные называют это место Левкоша. Это деловой такой центр города. Там нет моря, поэтому он не столь популярен именно среди русскоязычной публики, потому что большинство все-таки хотят быть в доступе к морю. От Никосии до всех курортов примерно 30-40 минут езды. И рядом находится аэропорт Эрджан, буквально 15 километров от столицы. Весь поток спроса сейчас распределяется на два направления. Это на север острова в район Кирении с ее пригородами. Лапта, Алсанджак. Красивым местом СНТП, которые местные называются Антропе, самой такой премиальной, люксовой недвижимостью, которую в основном любят европейцы. И там не разрешено строительство выше двух этажей и ближе 100 метров к морю. То есть практически из каждого юнита там можно лицезреть море. Там действительно еще пока позволяет земля и количество свободных бухточек для строительства. Там же расположены лучшие университеты, школы. То есть многие выбирают это место именно для жизни, для жизни и переезда всей семьей. И второе направление это Искеле, это пригород Фомагусты. Это такой уже стал русскоязычный городок, где в основном высотная застройка со всей инфраструктурой необходимой. Там сейчас открываются красивые рестораны на побережье, есть аптеки, магазины и все это в изобилии. Вот. Поэтому тоже такое место, которое сейчас и для инвестиций, и для переезда выбирают наши клиенты. В продолжении вопроса, о чем я говорил, может быть Сергей Таградов, вы начнете, коллеги продолжат, или кому удобнее, кому больше этот вопрос подойдет. Вот. Жилая недвижимость на Северном Кипре и курортная недвижимость, можно ли между ними ставить знак равенства? Или все-таки на Северном Кипре есть локации, которые, ну скажем так, менее курортные? И что это значит, менее курортные? Кому? Сергей, давайте вы несколько слов. Я бы сказал, что весь Северный Кипре дает небольшой курорт, поэтому для меня желание движимости курортное равно, потому что курорт зависит от погоды. Погода у нас всегда преимущественно солнечная, поэтому у нас 365 дней в году курорт. Тогда, Ольга, Александр, что скажете, особенно вот, что, как это сказывается на предложении? Можно ли сказать, что любое предложение, это обязательно с пассейном, это обязательно с какой-то тройкой? Я бы все-таки выделила курортную недвижимость, где действительно есть в доступе вся инфраструктура, открытый бассейн, крытый бассейн. Как правило, сейчас это обязательно спа-центры, массажные кабинеты, салоны красоты, фитнес-клубы. Вот это и близость к морю, вот это как раз определяет эту недвижимость как курортную. Но есть, например, локации ближе все-таки к центру, например, сама Керения или Фомагуста, она не может похвастаться комплексами, где вот это все есть. Это в основном все-таки точечная застройка, и если есть бассейн, то, например, на крыше. Вот, сказать, что там есть вот такая территория, чтобы они раскидывались вширь, нет, там все-таки больше ввысь и без вот сопутствующих, так сказать, вот этих вот курортных, инфраструктурных. Еще добавлю, опять же, надо понимать цель покупки. То есть, если вы планируете это там через некоторое время перепродать или сдавать, то, наверное, вам стоит обратить в первую очередь на квартиры или апартаменты в каких-нибудь жилых комплексах. Если вы там больше нацелены для того, чтобы проводить там время и жить, то тогда, наверное, стоит рассмотреть там приватные виллы. Там они тоже есть очень-очень хорошего качества, со своим внутренним бассейном на территории, да, либо на территории комплекса. Ну, то есть, надо понимать цели, которые вы преследуете. Тогда такой вопрос. Вот основной товар, давайте так, основной продукт, который сейчас предлагается, это, скажем, какие-то закрытые комплексы или это просто отдельно стоящие дома? Что? Нет, это, конечно, в первую очередь комплексы, причем каждый новый проект может похвастаться еще лучшим, еще большим бассейном, еще лучшим спа-центром на острове. Сейчас у них пошел ориентир в сторону wellness. Очень модно стало добавлять в сам комплекс именно наличие какой-нибудь, например, клиники, вот пластической хирургии, эстетической медицины, да, с там привлеченным клиниками международной с центральным офисом в Стамбуле, например, от ЖБД. Или вот другой проект, например, заявляет о том, что на территории их комплекса можно будет делать чек-апы здоровья и различные wellness программы. То есть они, на самом деле, достаточно глубоко уже погружаются в тему именно отдыха, так как там нет массового туризма, нету чартеров, но они сейчас к этому идут. Они открыли новый аэропорт, новый терминал, если быть точным, аэропорт Аэрджан с большей пропускной способностью, до 10 миллионов человек, и он планирует запускаться к сезону, к этому. Создано новых три авиакомпании, которые пока летают в Турцию, но есть в планах также именно чартерные рейсы туристические в несколько стран. Окей, Сергей, ну давайте тогда следующий, наверное, блок вопросов в первую очередь задам вам. Этот вопрос, который, в общем, всегда интересует покупателей на Северном Кипре, вопрос, связанный со статусом земель, вопрос, связанный с легальностью покупки. Вы адвокат, вам тут и карты в руки, ваш ответ ждем с нетерпением. Как вообще все это происходит и какие здесь есть низкие возможности? Пожалуйста. Давайте начнем со статуса земель. В основном большинство застройщиков и продавцы большие, они работают с турецким ритмом. То есть, про, как у нас называется, про 19-74, то титул принадлежал, то есть, право собственности принадлежало. Чуть-чуть погромче, можно, не очень хорошо вас слышно? Обмен на титул означает, что если на Северном Кипре до этого жили греки бибриотов, то они получили землю круга бибриотов в республике Кипр и обменялись. И не имеют, грубо говоря, никаких претензий. По, еще есть титул, тот, который сдается государству на аренду, но в основном используется казино, когда на нем строят. Казино берет аренду, то есть, часто строят аренду до 50-ти аренду, используют его. Надо понимать, что в настоящее время застройщики очень часто вопросы задают, да, по поводу земли, которая принадлежит греку. На территории Северного Кипра практически не осталось таких земель. И если они даже есть, то большие застройщики ими не занимаются, потому что кадастровая палата и архитектурное бюро не даст разрешения на строительство на данной земле. И также существует до сих пор комиссия, которая платит за компенсацию за землю, и все документы подписаны, и до сих пор это работает комиссия. Просто хотел бы узнать, вот, предположим, человек выбирает какой-то проект. Должен ли он для своей собственной безопасности, для своего собственного успокоения, и что он должен попросить у застройщика или у собственника, чтобы хотя бы в первом приближении тебя обезопасить, или по большому счету это такая бессмысленная довольно процедура? Уже бессмысленная, потому что все титулы причины, то есть право собственности, они принадлежат к егидой Северного Кипра. Все титулы, они проверены. Но если покупатель хочет еще раз удостовериться, что там, например, нет ипотеки, есть разрешение на строительство, он не предоставляет право собственности, то есть титул по недвижимости, на основании этого титула мы проверяем всю информацию через государственную титул. А если он покупает на вторичном рынке? На вторичном рынке два вида титула, это либо от застройщика еще не переведенный титул, второй вид уже на физлицо. Если на физлицо, то там точно нет никаких проблем, и титул переводится. Давайте тогда опять вернемся немножечко назад. Вот как вообще, наверное, тут Ольга, может быть, сначала вам слово, потом мы, Сергей, обязательно к вам еще вернемся. Как происходит сам процесс покупки в данных условиях, если человек находится условно в Киеве, в Москве, там, неважно. Ну, покупки все у нас делятся на дистанционные и оффлайн, да, то есть мы готовы и так, и так работать. Если оффлайн, то мы встречаем по прилету, размещаем и показываем объекты там на месте. Сначала мы выбираем объект недвижимости, после этого вносится депозит. Депозитом фиксируется стоимость квартиры где-то на месяц, в течение которого покупатель со своей стороны собирает сумму первоначального взноса, если мы говорим о новостройке. А застройщик, в свою очередь, готовит договор купли-продажи, который затем регистрируется с помощью юриста. Привлечение юриста на острове обязательно в сделке, причем как в новостройках, так и на вторичке. А какого рода юрист? Это просто должен быть какой-то независимый специалист, или это должен быть какой-то специальный нотариус? Или человек должен быть с лицензией какой-то, кто это должен быть физически? Сергей, ответите. Вы обращаетесь к нам в компанию, и мы проверяем всю сделку, мы проверяем титул. Если у нас есть подозрения, мы сразу отправляем запрос к нашему полу, то есть у меня возникнет подозрение, и проверяем всю сделку. Титул и застройщик. А были когда-нибудь, на вашей памяти, скажем, последний год-полтора оправданные запросы? То есть люди что-то смущало, вы проверяли и говорили, да, подозрительная история? Ну, полторы недели назад у меня было, но это перепродажа через лицо. У застройщиков, у больших застройщиков у нас таких проблем нет. Большие застройщики сами просто не делают ни себе проблем, ни нам, ни покупателю. Все пойдут либо в суд, либо будут проблемы между клиентом и застройщиком. Поэтому застройщики опираются на то, что надо продавать качественный продукт со всеми документами. Окей. Ольга, мы остановились на том, что человек вроде выбрал объект, заплатил первый взнос. Как сейчас переводятся деньги? Заплатил первый взнос. Заплатить первый взнос он может несколькими способами. Свифт-переводы продолжают работать из России в Райфайзенбанке. Этим способом сейчас пользуется большинство. Причем, да, перевод возможен в любой валюте. Доллары, евро, фунты. Также у каждого застройщика открыт криптосчет, криптокошелек. Это тоже есть такая опция перевода денежных средств. Где-то полтора процента комиссия при таком способе оплаты. Но еще раз, ты платишь криптовалютой непосредственно на застройщику. То есть, не какому-то посреднику, который вам наличивает и переносит деньги. Непосредственно на счет застройщика. Причем, в течение 15 минут происходит уже перевод. Застройщик видит эти деньги и может прямо в офисе компании подтвердить, что деньги получены на счет. То есть, это достаточно очень быстрый способ. Также многие пользуются своими счетами, открытыми в других странах. Например, Казахстан очень популярный стал делать переводы оттуда. Наличные, банковской картой. Ну, это если человек приезжает и опять же, да, привозит. То есть, соответственно, застройщик, банк, допустим, Казахстана, ты приносишь договор с застройщиком, и это является основанием для перевода. Да. По вашему опыту, какие-то проверки? То есть, известно, что, скажем, в Турции проверки намного слабее, чем, скажем, при покупке недвижимости в Евросоюзе. Сейчас, на Северном Кипре, что проверяется? Кроме, какие документы должен предоставлять покупатель, чтобы сделка прошла без проблем? Или, по большому счету, его базовых документов на паспорт достаточно? Со стороны покупателя нет никаких проверок. он предоставляет паспорт, без разницы, какой страны, и мы совершаем сделку. А если покупатель захочет получить в будущем титул на свое имя, то есть право собственности, не нужна будет справка о несудимости. Он получает ее по месту регистрации, гражданство, предоставляет на своем языке, мы здесь отдаем на перевод. Но, если есть проблемы со справками, он может назначить любое третье лицо, и это третье лицо получит право собственности. При этом контракт будет аннулирован. Всегда есть варианты, как обойти, например, там тоже справка о несудимости, если есть проблемы с ней. А так паспорт предоставляют, мы делаем контракт, мне нужно будет просто доверить застройщику. Скажите, пожалуйста, наверное, это уже Ольга опять к вам, какие сейчас условия, я имею в виду общие условия от застройщиков? То есть они предоставляют рассрочки или можно кредит взять? И если рассрочка, то на какие сроки обычно? Кредит получить иностранцу на Северном Кипре достаточно проблематично. Это связано с тем, что требуются поручители. Поэтому многие этим путем не идут, и идут путем все-таки получения беспроцентной рассрочки от застройщика. Каждый застройщик предлагает такие рассрочки, причем они не только до получения ключей, но еще, допустим, несколько лет после получения ключей могут быть согласованы. Оплата там помесячно и ежеквартально, как удобно, но есть также этапами, такими траншами по этапам стройки. Там всего 4 платежа, например, за весь период, когда возведена какая-то часть, залит фундамент, например, человек либо прилетает и смотрит глазами, его там тоже встречают, размещают на время застройщик. И, соответственно, убеждается в качестве выполненных работ и платит следующий платеж. И так вот где-то 4 раза по этапам стройки. Это очень необычная рассрочка. Их вариантов много. Первоначальный взнос 30%, как правило, составляет. И уже вот эта процедура дает возможность получить ВНЖ. То есть можно купить в стройке, оплатить первоначальный взнос и получить ВНЖ. Вопрос от Тагира, я не до конца его понял. Рассрочка фиксирует всю стоимость или только оплаченные части? Рассрочка фиксирует всю стоимость. Соответственно, вы, приобретая объект, уже цена, ну, изменения последующих цен вас уже касаться не будут. Вам в договоре пропишут все даты платежей и точные суммы. Наверное, может быть, тоже Александр, или Сергей, может быть, к вам вопрос. Вопрос приемки недвижимости. Вот, собственно, сама процедура, претензии, которые ты можешь нам высказать застройщику. Ну, по крайней мере, такое сейчас более-менее популярное. Все мы люди, везде могут быть определенные трудности с этим связаны. Как происходит эта процедура? И нужно ли здесь что-то учитывать? Какие-то понодные камни, может быть, к чему-то быть готовы? По приемке могу сказать, что клиент сам занимается приемкой и договаривается с застройщиком о недоделках. Если возникают какие-то юридические споры с застройщиком, то мы уже вмешиваемся и помогаем клиенту решить данный вопрос. Мы приемками не занимаемся, а это занимается клиент, либо его учитель, доверенное лицо и так далее. Тут сейчас очень активно в чате у нас ведет своя такая жизнь. Это очень хорошо, нечасто так у нас бывает на вебинаре. Но обычно успеваем ответить на все вопросы устно, но здесь нас наш коллега опережает, на очень многие вопросы отвечает. Я попрошу в чате еще, на всякий случай, контакты, во-первых, с компанией Juster Influence опубликовать. И вопрос, на который мы постараемся ответить быстрее. Как проверить адрес объекта, который показывают с реальным адресом? То есть, что показали, то и купил. Как это правильно сделать? На территории Северного Кипра существует два разных адреса. Есть кадастровый адрес и физический адрес. Чтобы это проверить, мы готовим все документы. В контракте прописаны на так называемый сайт-план. Это план участка. Сайт-план – это посадка именно комплекса на участке. Титул прикладывается, это основа контракта. И флор-план прикладывается. Адрес физический мы не прописываем, только в некоторых случаях, когда это идет уже перепродажа. Проверить это идет через кадастровую палату. Потому что там будет у вас подписывать застройщик. И вы, либо мы, как ваши предстоители, подписываем, и кадастровая палата регистрирует в контракте, либо не регистрирует. Если контракт зарегистрирован, значит, это именно та недвижимость, которую вы выбрали. Потому что под каждой, например, квартирой, есть ячейка в кадастровой палате, и именно эта ячейка регистрируется на ваше имя. И вы становитесь, собственно, как недвижимость. То есть таких промоков за мои 10 лет не было, что по документам недвижимость одна, а адрес у него, например, совершенно другой. То есть они не совпадали. Таких нет. Мы работаем и на кадастровыми данными, с правом, собственно, физическими адресами. Практически никто не пользуется. Даже на Кипре, например, когда вызывает доставку, физическими адресами мы не пользуемся. Мы пользуемся там около такого-то магазина, такой-то дом, например, да. Название улиц, там, домов мы практически не используем. Окей. Ольга, буквально несколько минут назад, вы сказали даже там пару минут назад, но в виде нажительства, собственно, ну, так объективно говоря, это значительная причина, собственно, возможность остаться, находиться на Кипре через покупку, через аренду жилья. Давайте несколько слов об этом. По-моему, у нас слайд был посвященный. Действительно, Северный Кипр продолжает оставаться очень лояльной страной по отношению вообще к иностранцам в целом. И они не закрыли еще ни одну из программ. Остается возможность получить ВНЖ по длительной аренде. Там необходимо заключить контракт на аренду сразу на полгода и показать денежные средства на счету где-то в районе 20 тысяч долларов. И сейчас есть ряд клиентов, которые релацируются с Турцией, получив уже там отказ после рандеву и, соответственно, переезжая даже, есть возможность там на машине, на пароме, в общем, переезжают на Северный Кипр. И возможность получения ВНЖ по покупке, причем, да, от любой суммы, даже если вы на вторичке, там приобретете апартамент 1 плюс 1 за 50 тысяч фунтов, вот у меня сейчас есть такой в продаже, на рубли это составляет примерно 4,5 миллиона рублей, то вы можете официально, легально переехать, жить на остров и получить ВНЖ для всей семьи. Первый раз вы получаете его на год, с последующим продлением на два, и по истечении 5-7 лет легального проживания можно получить гражданством. Но за самим гражданством так уж все прям не охотятся, потому что оно, ну, не сильно признано во всем мире, точнее, совсем не признано. Вот, но все, что касается жизни внутри страны, получение дохода там от инвестиций, возможность там отдыхать летом, вот эти все возможности эта недвижимость дает. Александр, по вашему опыту, то, что вот вы видели на выставке, например, да, какой процент людей рассматривает именно иммиграционное, в Кипр, в Кипр, в Кипрах иммиграционное направление? Я бы сказал, что большинство заинтересованы в приобретении недвижимости как там второй, да, то есть для инвестиций и второй там для проживания, для того, чтобы летом можно было туда приехать, вот, в первую очередь такой запрос у нас был от покупателей, ну, то есть в качестве иммиграционной есть небольшой процент, который в том числе там, ну, как бы, если есть опция, почему ею не пользоваться, да, но сказать, что все, кто у нас запрашивали, спрашивали, что вот мне нужен обязательно ВНЖ, вот для этого я готов покупать, такого сейчас нету. Все сейчас смотрят с точки зрения инвестиций, как там растет стоимость, об этом мы тоже отдельно поговорим, и всем приятно иметь там место на море, когда они могут приезжать всей семьей, и когда там они им не пользуются, есть возможность задавать, чтобы она просто так не пустовала, да, а какой-то доход дополнительный приносил. В основном вот такие запросы мы сейчас получаем от покупателей. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. У меня есть клиенты с примерно похожими кейсами, которые хотят купить там 3-4 квартиры на данном этапе, зная об их стоимости, несколько из них сдавать, причем там даже есть программа гарантированной аренды, когда застройщик гарантирует 8% стоимости объекта недвижимости, выплачивает в течение первых 2-3 лет после получения ключей. Вот, и один вариант для себя, и переезжают, ну, планируют действительно релокацию всей семьей вместе с детьми. У меня сейчас есть такие запросы. Сергей, наверное, к вам уже вопрос. Значит, покупка и последующее получение ВНЖ. Как это происходит технически, насколько это трудоемкий процесс, какие могут дополнительные вопросы задать заявителю, и какие трудности, и как они преодолеваются? Окей, я расскажу процедуру. Процедура начинается с подписи доверенности. Подпись доверенности можно сделать на территории Северного Кипра, либо посольцы Турции по месту проживания. Мы скидываем доверенность, вы обращаетесь в посольство, и вам заверяют данную доверенность, и дальше вы отправляете нам на почту. Второй вариант у нас есть красная компания, через которую вы можете провести сделку, даже не приезжая на Северный Кипр, либо не оставляя доверенность. То есть номинальным покупателем выступает наша трастовая компания, мы с вами готовим трастовое соглашение. Дальше контракты я готовлю, это теперь минимальный, это должен быть турецкий язык, второй язык, английский, ибо русский. Согласие с клиентом. Отправляю его на почту, вы его читаете, мы с ним изменения, согласовываем с достройщиком, и если вас все устраивает, пишите мне, что можно подписывать данную версию контракта. Дальше наступает регистрация контракта, его штамповка, оплата гирового сбора, мы это все завершаем, и как только контракт проштампован и зарегистрирован, у нас есть социальный сотрудник, кто занимается видом на жительство, он вам помогает получить вид на жительство. Вы собираете пакет документов, приезжаете в полицию, подаете весь пакет документов, и если они говорят, что все хорошо, вы дальше едете, сдаете анализы, если вы до 60 лет получаете результат анализов, миграционная полиция тоже получает их, и остается время ждать, когда вам подтвердят ваш вид на жительство. Вы сказали, если все хорошо, а что может быть нехорошо? Просто надо собрать весь пакет документов, определенное количество денег на семью, на человека и так далее. Если вы муж и жена, а по контракту только муж, например, вы показываете свидетельство о браке, переведенное на турецкий язык, то есть все заключено по документам. Если с документами все в порядке, все необходимые документы есть, то вопросы вам никто не будет задавать. Также, как я в чате, например, видел по поводу происхождения денег, мы и банки термокипра никогда не задают происхождение денег. Тем более мы, как и визитка компания, которая является кондициальной и не выдает никакую информацию, мы никогда не задаем вопросы, откуда деньги. И налоговая термокипра тоже никогда не задает, откуда вашим клиентам деньги. Вы переводите на наш счет клиентский, и мы, естественно, вас не спрашиваем, откуда деньги и каким путем они были получены. И мы рассчитываемся за стройщиком. То есть это все обсуждаемо, либо мы оплачиваем, либо вы сами оплачиваете. По поводу виду на жительство, в полиции никто не будет вам задавать вопросы, просто предоставляете копии оригинала документов, оригиналы показываете, копии забирает полиция. И вопросы вам не задают, надо просто личное присутствие у вас. – Было несколько вопросов чуть выше в чате по поводу того, кроме того, что есть собственность, какие доходы или какую сумму на счету ты должен показывать. Можем что-нибудь сейчас ответить по этому вопросу? – На сегодня примерно 8 тысяч фунтов лучше показывать на человека. – А где они должны быть? Они должны быть в банке на Северном Кипре или где угодно? – Они должны быть на местном счете, в местном банке. – В какой момент и как я могу открыть этот счет? – Как только контракт подписан, мы вам можем помочь в открытии счета в местном банке. – Я правильно понимаю, что это, как правило, турецкие банки? – Да. – Турецкие либо Северного Кипра. Мы работаем, наша компания работает с банками Северного Кипра. – Да, вы хотите, чтобы добавить? – Да, на Северном Кипре действительно представлены банки, в основном все турецкие. И есть ряд банков, где можно открыть счет, не имея ВНЖ. Вот один из них, например, Шекер Банк. – В какой валюте вы открываете этот счет? – В лирах, можно в фунтах, в долларах. Ну, вообще, если просто дебетовая карта, то в местной валюте. И к ней привязан счет, и к ней карта. – Понятно. Так, и тогда давайте переходить к тому, о чем Александр начал говорить, некоторое время назад, про инвестиционную составляющую. У нас в конце будет презентация еще довольно большого числа объектов разных. Но пока, в двух словах, действительно цены выросли очень сильно. Это, с одной стороны, большая радость, но это большая радость для тех, кто купил до того, как они начали расти. И, вы знаете, ну вот сейчас вот эта нестабильность и огромное число потоков, даже не назову их туристических, а туристически-релокационные, они в моменте очень сильно могут влиять на цены, да? Но ничто не вечно. Надеюсь, и самое страшное, что происходит, тоже закончится. Как вы видите себе инвестиционные перспективы? Сейчас вы видите, через несколько дней. Я видел у вас слайд есть. Готовленный? – Да, смотрите, Филипп. По поводу вот инвестиционной составляющей, вот то, что вы говорите о росте стоимости, да? И мы, находясь в России, все это прикидываем на свою ситуацию, считаем, что вот у нас тут произошли определенные события в России, в высшем СНГ, да? И поэтому есть определенный релокационный поток, он, безусловно, есть. С чем связаны вот эти вот изменения стоимости в первую очередь? Но если мы вернемся немножко к нашему разговору назад, да? То вот Сергей сказал, что довольно много покупателей из Европы, из Германии и из Англии, да? Там, в том числе, в Скандинаву покупают. Вообще европейцы активно начали скупать недвижимость на территории Турецкой Республики Северного Кипра. При этом, поскольку регион сейчас продолжает развиваться, да, недвижимости для туристических целей, скажем, чтобы можно было приехать и пожить, не так много, да? То есть отели, безусловно, на территории есть, но это отели в категории 5 звезд, как правило, со своим казино и со всем благоустроенным. А категория 4 и 3 звезды как раз сейчас очень активно занимают передаваемые, скажем так, управляющей компанией апартаменты, которые сдаются практически круглый год. И вот этот рост стоимости, он, безусловно, связан с определенными событиями у нас в стране, но также связан еще и с возросшей популярностью этого направления в мире. То есть о том, что уже говорила Ольга по поводу того, что Форбс объявил определенную локацию наиболее перспективной в качестве инвестиций. Вот, и как бы денежные потоки там идут не только из России, да? А когда эта вся история прекратится, когда, ну, я думаю, что по мере наполнения выхода проектов, да? Ну, то есть в ближайшие 3-5 лет мы понимаем, что популярность региона будет продолжать расти. И цены вместе с этим тоже будут продолжать расти. Вот, и опять же возвращаемся к стратегиям инвестирования. Мы сейчас более подробно об этом поговорим. Застройщик предлагает программу вот долгосрочной аренды, да, либо краткосрочной аренды с гарантированной доходностью. Программа гарантированной доходности. То есть фактически вы передаете недвижимость управляющей компании застройщика, и вне зависимости от того, там, сдаёт он или не сдаёт, как он вам говорит, да, вы получаете 8% от стоимости на первые 2-3 года. В какой валюте? В фунтах. Тогда ещё такой вопрос. Вот эта схема, насколько, ну, какой процент застройщиков вообще играет в эти игры, предоставляя гарантированную доходность? Ну, практически 80% застройщиков, даже, наверное, более. То есть они прекрасно понимают... Практически у всех. Что? То есть эта схема есть практически у всех? Практически у всех крупных застройщиков, да. Тогда такой вопрос, приобретая такую недвижимость, означает ли это, что ты одновременно должен её, там, полное управление отдавать, и должен её каким-то особым образом мебилировать, и, соответственно, это отдельный расход и отдельные условия. И гарантированный доход, он предполагает, что есть определённые стандарты самого проекта. Да? Вот. Но большинство, практически все проекты сдаются с отделкой, с установленной техникой, техникой европейских производителей. Вот. Но есть варианты, скажем так, получения этой недвижимости, что называется, под тапочки, да, когда там уже практически всё, вплоть до телевизоров, там, ну, как бы, основная мебель, тарелки. Вот Ольга тут хочет добавить? Давайте, да, я добавлю. Когда вы приобретаете недвижимость на Северном Кипре, да, это всегда, абсолютно всегда чистовая, полная отделка. Это шкафы-купе, кухня с рабочей поверхностью, установленная сантехника. Бытовая техника иногда, не всегда. Это как доп. Всё-таки там, ну, бывает, что застройщики делают там 3-5 единиц техники к покупке. И, соответственно, если вы хотите войти в программу гарантированной аренды, то обязательная покупка дизайн-пакета. Сумма такого пакета составляет стоимость на студию, это где-то 8-9 тысяч фунтов, 1 плюс 1, 10, 11 и так далее. То есть они, конечно, хотят, чтобы все апартаменты в этом корпусе, который будет сдаваться, выглядели как отель, чтобы это было в одном стиле, и, соответственно, ну, такого высокого качества. На самом деле это даже, вот кто сравнивал, может даже и выгоднее вот так вот купить дизайн-пакет, чем меблировать самостоятельно. Так как всё-таки у застройщиков есть возможность оптовых закупок всей вот этой мебели. Так, и... Филип, возвращаясь к вашему вопросу, вы говорили, есть ли обязанность сдавать в аренду. Никакой обязанности, естественно, нет, это абсолютно ваша собственность, и вы можете распоряжаться ею самостоятельно. Вы можете сдавать её самостоятельно, можете через управляющую компанию застройщика с разной доходностью. Сергей, к вам тогда вопрос. С юридической точки зрения, вот человек покупает, и программа гарантированной доходности, какие документы, что здесь вы рекомендуете проверить, так, чтобы вопросов никаких не было, и когда начинаются эти выплаты по практике и так далее? Вы подписываете соглашение застройщикам, как и в Римонг, и там должно быть всё прописано, все условия. Когда начинаются такие выплаты, ежемесячно, ежегодно, ежемортально, то есть всё в соответствии с соглашениями. Не устно, и написано только о соглашениях. То есть нормальные большие застройщики, они предоставляют, у них есть стандартное соглашение, они предоставляют вам, вы его подписываете, и на основании этого вы работаете застройщиком. Как на духу, были ли у вас запросы от людей, которые вот именно в этой части что-то не предусмотрели, и потом как-то погорели, чем-то недовольно обращаются с юридической поддержкой, связанной именно с вопросами доходности? Ну, это в основном люди, которые пытались подписывать соглашение по каким-то причинам, и потом у них есть недомолвки и проблемы с застройщиком по этому получились. То есть проще подписать соглашение, поштамповать его и работать на основании его. Я правильно услышал, Ольга, что у каждого застройщика по факту своя управляющая компания, то есть, как правило, редкий случай, когда собственнику нужно что-то искать или пытаться сдавать самому, ну или искать кого-то, кто это будет сделать. Да, именно в новых комплексах управляющая компания представлена на территории, это выглядит как отдел аренды, то есть как ресепшн, любой человек с чемоданом, приезжая в комплекс, направляется на стойку в отдел аренды, ему предоставляют фотографии, возможность посмотреть, ну так же, как в отеле, и выбрать себе апартамент. Договоренность собственника с управляющей компанией может быть там 30 на 70, как правило, управляющая компания берет 25-30% от стоимости сдачи в аренду, за то, что она привлекает, ищет людей, дает рекламу, следит, полностью управляет, заселяет, организует уборку, то есть вот за все эти услуги где-то 25-30%. Тогда вы можете своей недвижимостью пользоваться, как вы считаете нужным, и приезжать туда пожить на месяц, на два, то есть вы просто сообщаете о датах своих приезда заранее, и на этот момент она снимается с рекламы. Если вы вступаете в гарантированную аренду, то уже здесь оговаривается не более 10 дней, как правило, возможность пользоваться вашим апартаментом вне сезона. Вот, возможно, с этим может быть связано, да, но это недовольство, но мы предупреждаем всегда заранее. Либо это арендный бизнес, да, и тогда уже нужна отдельная квартира для того, чтобы там приехать на лето с семьей. Смотрите, тут еще у нас был такой слайд, я думаю, что, может быть, Александр, вы его немножко прокомментируете. Понятно, если зритель наш с мобильного телефона, он может не увидит все нюансы, но в любом случае в частной беседе потом можно будет расшифровать, или кому интересно, мы с удовольствием вышли в презентацию. Пожалуйста. Давайте. Мы тут рассмотрели разные варианты инвестиционных стратегий в недвижимости о Северном Кипре. Мы взяли стандартные апартаменты площадью 60 квадратных метров, там плюс балкон, и с примерной стоимостью 82 тысячи фунтов. Ну, то есть 7300 в переводе на рубли по текущему курсу. Соответственно, у нас есть несколько способов получения дохода. Это с перепродажи при власти стоимости и при арендном доходе, скажем так, при сдаче этой недвижимости после ввода в эксплуатацию. Первоначальный взнос, который клиенту необходимо внести сразу при покупке этой недвижимости для оформления на него договора при продаже, 35 процентов, то есть 28 900, порядка 2,5 миллионов рублей. Далее идет рассрочка, вот, и клиент ежемесячно платит порядка 897 фунтов, ну, в районе 80 тысяч рублей каждый месяц. Далее, если рассмотреть возможность реализации этого апартамента, скажем так, при, не сразу, а при определенной росте стоимости и степени готовности, то есть, когда вы выходите на оплату 50 процентов от стоимости этого апартамента, степень готовности объекта уже существенно вырастет, да, и его цена вместе с этим с 82 вырастет до 100 тысяч фунтов, то есть около 8 миллионов 900. И вот при 50 процентной оплате вы уже можете там согласовать застройщикам уступку этого проекта, естественно, уступку по всей стоимости. Фактически вы вложили 41 тысячу фунтов, вы убрали, а, собственно, не видно, да, вот, вложено 41 тысяча фунтов, а доход, который вы получите потом при реализации, при реализации всего апартамента, составит порядка 13 тысяч фунтов от той суммы, которую вы вложили, то есть порядка 33 процентов годовых, а, естественно, степень готовности более, там, при 50-процентной оплате у вас степень готовности довольно сильно вырастет. Другой способ, спасибо. Другой способ, это арендный доход. Опять же, есть два способа передачи, как мы уже сказали, в аренду. Это программа гарантировать доходности, когда вы передаете застройщику и можете там уехать, ничем больше не заниматься, то есть вас уже дальнейшее, как бы, ну, не то что не касается, а вы этим не занимаетесь. То есть застройщик полностью занимается самостоятельно, и вы получаете 8 процентов годовых. Есть возможность сдавать ее без гарантированной доходности, но, как правило, без гарантированной доходности, вот как раз о том, что Ольга сказала, что застройщик забирает тебе 30-25 процентов от арендных платежей, там по нашим, опять же, случаям, по текущей практике, получается порядка 13-15 процентов годовых от той стоимости, которую человек изначально внес. И вот, исходя из этого, мы посчитали стоимость, сколько у нас получается стоимость инвестиции, то есть сколько была сумма инвестиций, сколько получается там доходность. И при, скажем так, при этой схеме, за учетом всех расходов на управляющую компанию и налогообложение получается порядка 15-ти процентов годовых. Но это тот случай, когда ты занимаешься этим сугубо сам, и, соответственно, риски приедет, человек не приедет, в общем, они уже сумма от пойдет. Да, да, безусловно, эти риски есть, но с чем связана такая доходность? Это именно с ограниченностью предложения, то есть направление набирает популярность очень сильно, а готового жилья для того, чтобы можно было передавать в аренду и размещать не так много. И поэтому застройщик так уверенно дает вам 8 процентов. Уточнить хочу, значит, доход вы сказали, все цифры, которые вы оценили, доход в фунтах. Да, это в валюте. Да, в валюте. Сергей, насколько часто при истории характерная для Северного Кипра задержка строительства? То есть мы говорим там, да, в течение года, через год можете перепродавать, или через год объект будет сдан, и вы будете на нем зарабатывать. Но это тоже, знаете ли, такая штука. Я не знаю, страны, может быть, территории, где строители были бы безупречны в этом смысле. Ну, на территории Северного Кипра большие застройщики обычно задают раньше срока. Они обычно закладывают плюс 6-4 месяца из-за того, как привода, но застраивают раньше, потому что у них штрафные санкции. И они не порядка, и два, и два, и два, и два, и два. Поэтому сроки раньше срока. Скажите, а вот эти санкции, они реально... Ну, есть ли примеры, когда реально выплачивают? Потому что обычно говорят, ну, задержал на 2-3 месяца, там все равно договоришься, как-нибудь на ничего платить не будешь. Они обычно не выплачиваются, они счет расстройщиков не выезжают в этом мире, и за обмену, и так далее. То есть идет перевращен. И такой еще вопрос, наверное, Ольга, может быть, к вам. Застройщики... И вообще схема аренды, какая сейчас более популярна? Я думаю, что многие приезжают ни на неделю, ни на две. Долгосрок, краткосрок, насколько сейчас, может быть, проще? Это зависит очень сильно от сезонности, конечно же, и от локации. Если мы говорим про зимний период, но он там достаточно короткий, это правда, там сезон с мая где-то посередину ноября, когда люди активно приезжают именно на море, то тогда пользуются спросом краткосрочная аренда, но не везде. Это мы говорим все-таки про пригороды, вот именно про Искелея, про СНТП. Вот, если мы говорим про сами города, Кирению и Фомагуста, то там пользуются спросом долгосрочная аренда, и там в основном студенты, потому что каждый четвертый житель страны студент, и каждый вуз, он привлекает абитуриентов из 70 стран мира, поэтому там очень многонациональная среда, и в основном все арендуют. Поэтому города, центр, это долгосрок, но там процентная ставка получается ниже по аренде. Выгоднее все-таки купить курортную недвижимость и сдавать ее через управляющую в краткосрочную аренду. Следующий вопрос, он, наверное, с одной стороны очевидный, вернее, ответ на него может быть очевидный, но все равно, мне кажется, важно, чтобы мы его сформулировали. Мы поговорили о ВНЖ в случае с покупкой недвижимости. Если ВНЖ через аренду, что за документ должен предоставить арендодатель, и вы сказали, что аренда должна быть долгосрочной. Это значит, ты должен заключить с кем-то договор, на какой срок, и что ты должен принести, ну там, в полицию или в соответствующий орган ВНЖ выдающий, чтобы у тебя вопросов об тебе не было, и ВНЖ это получил. Давайте я отмечу вопрос. Арендодатель должен предоставить это в расшифрованный зарегистрированный контракт, и арендодатель должен предоставить договор арендов. И также выписать банку, что у него есть достаточный ответ, и желание, желание, чтобы у тебя есть. Я правильно понял? К сожалению, там двойной звук, видимо, эхо немножко работает. Он должен предоставить договор в каком виде? Это он где-то у нотариуса должен быть заключен, или просто подписанный с двух сторон? Нет, это между друг другом они подписывают договор аренды, и его необходимо будет расштабовать, оплатить долог то есть вы должны найти такого собственника, который согласится зарегистрировать ваш долгосрочный договор аренды в налоговой, заплатить налоги, и вот этот зарегистрированный в налоговой договор долгосрочной аренды минимум от полугода, он как раз и подается на ВНЖ. Плюсом вы показываете наличие средств на банковском счету, 20 тысяч долларов примерно на человека. Насколько легко собственники идут на заключение такого договора и на оформление его, потому что в Турции не очень любят показывать полнуютуру? Как правило, это уже указывается в объявлениях об аренде, там уже стоит, что квартира подходит для получения ВНЖ, но так как люди понимают, что это сейчас основная причина длительных вот таких контрактов, так вам заплатят только за месяц, а так вы можете сразу получить средства за полгода, то люди достаточно охотно сейчас идут на это. Окей, друзья, ну смотрите, мы сейчас пообщались, еще даже ничего не сказали про конкретные объекты, поэтому давайте мы сейчас перейдем к ним, а я еще хочу обратиться к нашим зрителям. Мы в ближайшие дни опубликаем любую статью по итогам вебинара и в ней в частности ответим на те вопросы, на которые в рамках вебинара устно мы не ответили, но письменно ответы были. Наши коллеги из Джастра и Элку, вас, что называется, не бросят и все эти ответы соответственно будут опубликованы и вы сможете, ну, тем, кому не терпится сразу по завершению вебинара можете звонить, контакты есть, но ежели какие-то нюансы нужно будет, захочется прочитать, тоже можно будет сделать, мы выпьем всем, кто зарегистрировался на вебинар и запись его, безусловно, и, собственно, материал с вопросами ответа. Так, давайте переходим дальше. Сколько стоит недвижимость на Северном Сгибире? Как я понимаю, у нас с десяток, а может быть, плюс-минус на предложении. Вообще сейчас у меня в работе где-то более уже 70 проектов на разных стадиях готовности, абсолютно по разным ценам, в разных локациях. В новостройках стоимость апартаментов сейчас стартует студии от 65 тысяч фунтов. Вот как пример, это проект в заливе Морфу, это Бюзельюрт-Газиверен, это рядом два таких небольших поселка, это первая береговая линия, это турецкий титул абсолютный, самый безопасный, и это сроки сдачи где-то начало 25-го года. Именно в этой локации будет вот эта клиника, которую я уже упомянула, да, клиника пластической хирургии и эстетической медицины. Есть уже ряд домов, которые сданы там 13 лет назад, 5 лет назад, один из корпусов, корпус в... То есть это проект, который постоянно достраивается? Да, это проект, который строится в несколько очередей, как правило, большинство успешных проектов, они имеют следующие фазы сдачи, они заканчивают продажи, там, например, со сдачи в 24-м, открывают уже 25-й, 27-й, даже 29-й год, это норма, это говорит о том, что в предыдущих корпусах уже все распродано. И это прекрасная возможность проверить качество, именно пожить уже в сданном проекте этого застройщика, приехать на остров, ощутить как бы все плюсы, все минусы, да, и на собственном опыте понять и купить уже стройку. То есть это не совсем происходит вслепую. Практически все застройщики, с кем мы работаем, имеют уже сданные проекты, либо первые корпуса, где можно уже пожить. Идем дальше. Что? Идем дальше, говорю. Да, далее это проект в Искеле, он отличается тем, что будет канал, по которому будут курсировать гондолы, и вообще он в таком венецианском стиле, будет большой аквапар, большой бассейн, трансфер до моря, вот у этого проекта где-то километр до моря, но опять же здесь под запрос клиента есть непосредственно на пляже 300-500 метров, кто как любит, кто-то наоборот предпочитает подальше. Здесь у нас сейчас цена от 80 тысяч, от 72 студии, и вот один плюс один, это порядка 90 тысяч фунтов. Причем нужно обращать внимание на квадратные метры. На Северном Кипре квадратура считается по внешним стенам и еще с небольшой прибавкой общих зон, поэтому когда вы видите, например, что апартамент 60 квадратов, то это примерно минус 15 процентов от этой квадратуры, то есть это в принципе нам привычные вот 45 квадратов плюс балкон. это такая особенность. Здесь я для примера показала апартамент в районе Лапты, когда есть бассейн такой, да, и выходы к бассейну непосредственно из двухуровневых апартаментов лофт со вторым светом, где 6 метров потолки, панорамные окна и большая терраса, на которой есть зона барбекю, полисадник и возможность вот так вот проводить время вот в такое как в частном доме. Такие апартаменты сейчас стоят на нижних этажах 210 тысяч фунтов, причем это ближайший срок сдачи, это уже август этого года, то есть к концу лета можно уже заселяться. И второй этаж там 145 тысяч фунтов. Можно интересно. дальше отель и сервис 5 звезд. Это отель, это жилой комплекс с отелем такого премиального уровня 5 звезд. Здесь один из корпусов как раз отдается под гарантированную аренду и несколько корпусов под жилые, под жилье. Этот проект, он как бы инновационный, там уже применяют центральную систему кондиционирования ВРФ система и возможность нагрева, опять же, центральный нагрев воды. На Северном Кипре каждый апартамент имеет свой индивидуальный бойлер с нагревом. Вот здесь уже применяются вот такие вот централизованные подходы и очень-очень богатая будет инфраструктура. По стоимости проекта. Цена существенно выше просто за счет вот этой пятизвездности и отельности. Ну, во-первых, здесь уже 3 плюс 1. Я взяла разные объекты, то есть от студий до таунхаусов и вилл. Там мы с вами смотрели 2 плюс 1 было за 210, здесь 3 плюс 1 за 232 тысячи фунтов, но здесь высокое качество отделки она будет отличаться. То есть если вот вникнуть в проект, посмотреть наполнение, то это вот один из самых премиальных сейчас интересных для тех, кто ищет высокий уровень стройки, высокие потолки, панорамный уровень. Друзья, мы еще 3 проекта сейчас представим, поэтому если у вас есть еще какие-то вопросы или вдруг мы могли на что-то не ответить, что-то пропустить, вот сейчас самое время их задать, после этого, после презентации трех объектов мы собственно отмечем на эти вопросы и будем прощаться. Давайте смотреть дальше, Ольга. Так, дальше. Дальше это возможность покупки таунхауса с собственным бассейном на территории большого комплекса, который будет включать рестораны, бассейны, внутренние, крытый спа-центр, это первая линия СНТП, сейчас находится на стадии стройки, по цене, можно следующий слайд, это 325 тысяч фунтов, порядка 125 квадратных метров это нетто, плюс террасы. Террасы, кстати, на Северном Кипре, это обязательная часть практически любого, даже самого маленького апартамента, даже студия, она всегда будет иметь балкон или террасы, террасы часто бывают рув, когда они на крыше, это если второй этаж, или гарден, террасы на первых этажах, это место, где киприоты проводят большую часть своей жизни, вот, спальня отличается небольшой квадратурой, обязательно есть кухня, гостиная и террасы. окей, идем дальше. Дальше проект, который будет содержать в себе таунхаусы и отдельно стоящие виллы, виллы с каминами, с собственными бассейнами по цене от 390 тысяч фунтов, это срок сдачи 2024 год. Можно следующий слайд? Это район Лапты, опять же, да, мы возвращаемся к тому месту, где горы максимально близко подходят к морю, сейчас там оборудован променад 5 километров для пеших прогулок и такие велосипедные дорожки, это такое место, место силы, место, где горы, море и действительно больше как деревенская местность. Ну и последний проект. Да, этот проект тоже отличается таким очень красочными рендерами, он также сдается где-то 25-й год начала и включает в себя отдельно стоящие виллы и таунхаусы примерно в той же локации. Скажите, пожалуйста, все-таки у вас очень много проектов, они все на стадии строительства, а если мы говорим о чем-то уже готовой, вот готовая студия в проекте с данным не так давно, то есть не там 5-6 лет недавности, а хотя бы сначала пандемии, что это сейчас, на что человек ориентировался, какие цены? Вот когда мы говорим об очень высоком спросе сейчас на Северном Кипре, это как раз мы говорим о том, что когда проект уже сдается, там от застройщика естественных вариантов не остается, но мы можем с вами смотреть в сторону переуступок и вторички, вот этим рынком мы тоже занимаемся и соответственно просто нужно найти, есть особо популярные проекты, где сложно найти вторичку, если она там появляется, то она сразу же быстро покупается и перепродается, цены плюс-минус, смотря какой комплекс, какого года сдачи, если это минимальные, давайте планочку, или минимальные или средние, скажем. Если это уже сданные проекты, которые, проекты, которые сданы там 10-12 лет назад, то, например, 1 плюс 1 можно купить там от 45 тысяч фунтов, 2 плюс 1 там в районе 100 тысяч фунтов, то есть она дешевле, у нее есть определенные моменты, что нужно сразу оплатить 100%, не будет рассрочки, ну и соответственно ее ликвидность в будущем, возможность перепродажи, с учетом, что она уже не столь ну как бы новая, и управляющие компании, которые были раньше, да, они, конечно, пытаются подтягиваться, но они не дотягивают до вот этих новых проектов, где действительно следят и ландшафтный дизайн, и само обслуживание апартамента на высочайшем уровне. Окей, два вопроса у нас еще есть, есть ли аналоговита на Кипре? Что? Если аналоговита для для целей продажи или для целей аренды? Ну да, для целей продажи или для целей аренды? Ну, как правило, там нету, нету, нету ни для того, ни другого, все, как правило, делается через управляющую компанию, либо, если мы говорим про человек хочет самостоятельно заниматься сдачей в аренду, есть более профильный сайт, который называется Airbnb и ему подобные. И с его помощью можно делать это гораздо эффективнее, чем сайт, который посвящен всему подряд, и в том числе аренде. Окей. Ну и, наверное, Сергей, это к вам вопрос по поводу оформления качана, нужно ли титул, нужно ли его оформлять в обязательном порядке, и если не оформлять, какие риски? А громче, пожалуйста, если можно так. Оформлять качан не обязательно, вы становитесь собственником недвижимости при регистрации контракта, качан можно не оформлять, какие последствия, если вы не будете оформлять его, то в случае, если ваш застройщик подкрутится, то минимальный риск на сегодняшний момент, то вы можете проходить как свидетель по судебному делу, вопросом будет вызывать в суд. А когда вы получите титул на свои, то есть качан, вы всегда независимы от застройщика, и, например, при перепродаже вы подписываете контракт напрямую со своим покупателем. Если у вас титул не получен на ваше имя, то есть право собственности качан, так называемый, то ваш новый покупатель должен подписать новый контракт с застройщиком. Окей. Ну что ж, друзья, час 15, даже чуть больше. Надеюсь, было не скучно, потому что зрителей по-прежнему с нами, скучно не было. Я благодарю наших экспертов. Ольга, Александр, Сергей, давайте финальное слово, чтобы подытожим, а потом я еще пару слов скажу и будем уже прощаться. Пожалуйста, Ольга, что скажете по поводу Северного Типра какой-нибудь такой сочный главный вывод. Ну, во-первых, буду рада лично всех встретить непосредственно на самом Северном Кипре, да, показать объекты. Я работаю со всеми запросами, буду рада личным контактам, общению. Телефонный контакт есть. Спасибо. Хочется добавить, что вам достаточно договориться с нами и прилететь. Застройщик, есть возможность как раз бесплатно разместиться в том объекте, который вы планируете покупать, прожить два-три дня для того, чтобы полностью посмотреть, пощупать все, что интересно, походить вокруг, оценить, какая инфраструктура, как работает управляющая компания, насколько там красиво, насколько там комфортно, и после этого принять окончательное решение. И поэтому всех, кому это в принципе интересно, для того, чтобы понять, ваша или нет в первую очередь, мы приглашаем обращаться к нам для того, чтобы можно было приехать и разместиться. Еще я понимаю, что я вижу, что очень много вопросов. У нас есть телеграм-канал, посвященный всей недвижимости, которым агентство наше занимается. Можно задавать вопросы там, можно задавать вопросы непосредственно Ольге напрямую. Мы постараемся в ближайшее время то, что не успели ответить, ответить в личных сообщениях. Никого не оставим без внимания. Сергей, ну и буквально несколько слов от вас. Тем более, вы сейчас там находитесь, на северной Кипре. Мы видим у вас там прям движение, движение за спиной. Несколько слов о том, что, как у вас сейчас там, расскажите. приезжайте в гости, будем знакомиться. Как видите, у нас усиленно светло, тепло. Я вам помогу собрать сделку, чтобы было безопасно для вас и для нас. Все контакты может у Ольги получить, мы будем связываться и работать. Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Калинкина, эксперт по северному Кипру, компания Just Prime Home, Александр Хачатриан, исполнительный директор Just Prime Home, и Сергей Крапанев, юрисконсульт, Айхан, Эршиас, Эн Асшейтес. Ну и, собственно, Филип Бересин, главный редактор Приан.ру. Спасибо вам, что были с нами. Встретимся на ближайших вебинарах Приан, на выставках. Думаю, мы там тоже с компанией Just Prime Home скоро в Москве пересечемся. Через два дня у нас будет еще очередной вебинар, но это уже на Приан.ру. Смотрите и контакты Just Prime Home на экране. До скорой встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.